Привет, друзья! Показываю вам восход солнца. 5 часов утра. И мы идём по пирсу на фэре. У нас ещё вся дорога впереди. Мы едем во Францию. Буду вам показывать постепенно. Ну вот, мы прошли до конца по этому пирсу. Можно здесь проехать на маленьком поезде. Но сейчас у нас ещё времени достаточно. Поэтому мы прошли пешком. Вот подходим. Вот так выглядит этот пирс, с которого отправляется фэрри. А вот так выглядит вдалеке наш остров Айло Уайт. Посмотрите, какое чёрное небо. Всё время дождь. Я запыхалась немножко, потому что быстро идём. Путешествует. Я хочу объяснить. Сюда можно на этот пирс, откуда отправляется пассажирская фэрри. Вот доехать на машине. И можно на поезде пешком. Вот поэтому вот по этой дороге. Видите? Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. А посмотрите, опять я же говорю. Ой, черно. В этой стороне вообще всё черно. И уже начал дождик крапать. Сегодня у нас 15 июня, друзья. Суббота. Доехать до суда по пирсику на поезде 3 фунта с человека. И автомашина для того, чтобы проехать вам даже на своей машине здесь. Один фунт вы должны заплатить там на въезде. Идём покупать билеты теперь. Вот здесь вот такая станция. Так вот, 22 фунта с человека. Купили билет. Едем только лишь через наш канал. 22 фунта. Ну вот, садимся. Садимся на пассажирский фэри. Вот так мы входим на фэри. Good morning. И рассаживаемся. Вот такой пассажирский. Паром. Ой, как меня качает в разные стороны. Ой-ой-ой. Вот мы подплываем к Портсмассу. 20 минут на фэри. Здесь, конечно, забрызгано стекло. Не видно, наверное, вам. Но сейчас покажу здесь красивую. Также ещё нашу башню. Вот эту Миллениум. Спинника Миллениум Тауэр. Вот она. Красавица. Спинника Тауэр. Называется. Построенная в 2000 году. В честь как раз тысячелетия. Миллениум – это тысячелетия, как вы знаете. Вот как раз здесь и пришвартовывается наша фэри из Айлоу Уайта до Портсмасса. А впереди вы видите мачты. Это как раз красивый, красивый. Открыл для меня дверь дядечка. Вот видите, как раз пристаёт ещё один Уайтлинг. Пароход. И вот то, что я вам сказала. Вот впереди мачты парохода старинного. Это как раз музей в Портсмассе. Музей кораблей. Наше путешествие продолжается. Ждём автобус номер 700. Вот через 10 минут отсюда отправиться на Британи Ферри. 10 минут на автобусе. И мы приехали в Портсмасс Интернешнл Порт. Отсюда идёт Британи Ферри. 7 часов, и мы будем во Франции. Зашли внутрь. И вот он, наш Британи Ферри. Вот такая станция. Не очень большая. Вот такой Британи Ферри. Паром. Который идёт во Францию. Город Канн. Посадка. И поехали. Вот мы уже на Ферри. Вот такие у нас сидячие места. На самом носу корабля. Сейчас покажу вам панорамку. Вот так. И мы со своими местами сидим на самом первом ряду. Чтобы нам было прекрасно всё видно. Вот так вот. Через 15 минут отправляемся в город Канн, Франция. 7 часов будем ехать здесь. Ну вот конкретно наши места. Здесь вообще-то людей не очень много. Все хотят сесть впереди. Сейчас посмотрим. Если будут свободные места, то пересядем вперёд. И там будем наслаждаться шикарным видом. Хотя, конечно, за 7 часов тут устанешь смотреть. Поехали. Вот такие тут стоят военные корабли. По флагу даже. Видите, какой там флаг. А, ну это вообще-то английский. Англия, Британия сбоку. И там опять английский флаг. Вот. Вот там дальше ещё. Ещё один какой-то военный стоит. Серый. Письминец, да? Осталось 5 минут нам до отправления. Буду время от времени, если что-то интересное, включать вам камеру и показывать. А потом покажу вам наше путешествие, когда мы прибудем уже в Канн. Мы там будем целый день и ночью в 23.00 обратно в Ферри. Эти билеты стоят очень дёшево. Вот Британи Ферри. Мы купили 24 фунта. Стоит билет на одного человека. Вот через пролив Ла-Манш. Как я сказала, 7 часов идёт Британи Ферри. И мы прибываем в Канн. В общем, туда и обратно 24 фунта. Очень хорошая цена. Учитывая то, что мы едем с Сайлоу Уайта на своём Ферри Уайтлинг до Портсмасса. Это мы платим 22 фунта с человека. Представляете? 20 минут едем. А здесь за 7 часов всего 24. Это, в общем, надо будет посмотреть. Если нам понравится, будем постоянно путешествовать во Францию. Так выглядит информационное окно на этом Британи Ферри. Вот здесь вот. Вот так вот смотрится это всё замечательно. И вход на второй этаж. Там кафе. Здесь, конечно же, магазинчик парфюма. Французские. Туалетная вода. Может быть, что-то купим здесь себе. Я посмотрела, цены намного дешевле, чем у нас. Это уже вторая палуба. Вот так выглядит. Сейчас пройдёмся, покажу вам дальше. Людей очень немного. Практически огромная Британи Ферри. Пустое. Пустое. Кафе. Выглядит вот так. Здесь можно пообедать. Поужинать. А мы сейчас узнаем ещё, сколько стоит просто кофе попить. Вот люди. Вот такие здесь цены. Идём дальше. Ещё одна палуба. Мы пока ещё только ходим на разведку. Не сориентировались толком даже, сколько здесь палуб. Сейчас вот идём, ищем кафе. Вот ещё одно место, где можно перекусить. Но здесь уже проще, видите. Это просто, как у них называется, снэйк. Чай, кофе. И какие-то лёгкие закусочки. Хотя вот там тоже есть горячая еда. Что он говорит? Вот такой континентальный завтрак, как обычно. Любимый английский. Здесь можно взять кофе или чай. А мы сейчас ничего больше кушать не будем. Попьём кофе, потому что ещё только 8 часов утра. Вот, кофе с круассанами, с сыром попьём. Так, вот мы возьмём капучино. Капучино, всё льётся мимо. Так, что-то как-то... А мы попили кофе. Вот в этом кафе. Прекрасный вид. Столики здесь, видите, с таким шикарным видом. Вот теперь сидим. Смотрим вокруг, делаем фотографии. И наша поездка началась. А вот там какое-то колесо обозрения. Но это мы проезжаем Портсмасс. Как мы узнали, здесь оказывается на этом Британи Ферри 10 палуб. Вот такой огромный этот паром. Вот бар и кафе ещё выше, уже на восьмом уровне. Мы сейчас спрашиваем, как нам пройти, чтобы посмотреть открытую площадку. Бар, опять кофе. Хот-тринг. Круассаны. Французские круассаны. Французские йогурты. Мы нашли открытую площадку. Вот такая красота. Но это открытая площадка сзади уже. Не на носу. А на корме. Видите, мы здесь сегодня со школьниками. Школьники путешествуют. Здесь, конечно, ветерочек. Ну вот, там, видите, опять это Миллениум Тауэр. Винейца сзади. И мы покидаем Портмасс. Плывём через пролив Ла-Манш во Францию. На противоположный берег. Я даже спущусь туда, чтобы вам показать поближе воду. Как вы видите, мы плывём под французским флагом. Хотя это и Бритиш Ферри. Я спустилась ближе к воде, чтобы показать вам всю эту красоту. Не знаю. Здесь очень, конечно, ветрено. И вот мы отправляемся в своё путешествие. 15 июня 2019 года. Сейчас у нас 8.30 утра. Вот так выглядит наша Ферри. Тоже красиво. Ла-Манш- Тоже красиво. Афанш- Тоже красиво. Мuberмали. Афанш- смотрим мы парфюм видите здесь парфюм совсем недорого еще и 20 процентная скидка от 37 фунтов но это по-моему вот этот слишком большое за с какой-то меньше показан до 37 фунтов вот мы смотрим вот этот барбери 50 миллилитров 3780 цена а здесь 50 миллилитров 3260 как я больше нравится времени здесь у нас много будет нам 7 часов поэтому мы вот ходим по всяким магазинчиком здесь их благо их здесь много смотрим ведь тоже какие интересные поделки вот такие очень оригинальные можно сделать самому тоже все это вот такие классные рюкзачки супер стоит он 59 90 60 фунтов но он вообще воздушный очень классный сумки вот такие еще и дальше такие еще рюкзачки маленькие тоже классные сколько стоит точно также 59 90 очень классные рюкзачки здесь опять туалетная вода со скидками столик такой 32 фунта 50 миллилитров неплохо вот такая сумочка классная тоже на длинная на короткой ручки стоит недорого 3890 спиртное вот такие цены в принципе цены такие же как у нас в магазинах вот он этот шотландские виски 1880 нет он со скидками можно купить за 16 очень большой выбор вин но я в винах не разбираюсь к сожалению вот видите 9 10 22 13 стоимость разные бутылки французская красное вино но здесь надо чичваркина спросить чтобы он посоветовал какое-то вино а так конечно когда не разбираешься то что-то трудно выбирать да вот здесь кстати я нашла тележку с пробными пробные экземпляры разные водки и виски тестеры такие видите тут по чуть-чуть уже в некоторых новых почему-то не вижу никого кто мог бы помочь попробовать вот такой у нас обед мы немножечко поспали там в каюте а сейчас у нас ланч тайм вот сейчас покажу это вот такой вот суп пюре у них это вегетариан то есть овощной суп пюре и вот такая вот рыбка это типа знаете fish and chips нашей но только тут со вкусной такой это что это такое это похоже баклажаны до картошка баклажаны вот так вот это все удовольствие стоит 10 до 10 фунтов сейчас покушаем расскажу вкусно или нет ну в общем суп совсем обычный я даже не знаю мы его досаливали досаливали какие тут овощи то я даже не знаю морковка похоже да что-то еще картошка наверное в общем обычный совсем и стоит он 350 и были мы в центр каин город или кан или каин даже до сих пор не знаем как про на произносится ну вот такой вот центр маленький французский городок тут где-то около 150 тысяч населения сейчас походим посмотрим пока еще не сориентировались вот впереди какой-то красивый стиле ампир по-моему какой-то кто ли костел то ли церковь что такое пройдем посмотрим поближе вот такой костел здесь живописный очень красивый старинный сейчас попробуем зайти внутрь архитектура такая похожая на собор парижской богоматери все-таки и вот здесь вот напротив вот там дальше еще какой-то шпиль ведь это мы в центре и вот здесь вот напротив какой-то крепость какая-то за стеной тоже надо пойти посмотреть такой центр ну конечно в общем мы здесь бродим абсолютно не знаю куда просто так ходим смотрим вокруг огромный собор но дверь закрыта то ли на реставрации то ли вообще закрыт всегда я все показываю вам вид на этот огромный собор очень красивый вообще во франции английского языка практически не знают что-то спрашивать очень сложно на травке отдыхают студенты с обойдем вокруг посмотрим где здесь вход на этот костел вот еще этот костел издалека и заходим в крепость так она выглядит центральный вход по подвесному мосту здесь довольно высоко очень маленькая церковь какая-то внутри и памятник пройдем посмотрим что символизирует этот памятник без ног мне непонятно не знаю что за фигура вот еще такая женская голова она такая как плоская небольшая французская кафе вот еще как интересно тут смотрите на столбах фигуры зверей что это обозначает я не знаю идем опять наверх смотровая площадка на город вот такая панорамка вот это мне вообще непонятно композиция такая там далеке конечно очень много шпилей всяких видите виднеется но это сверху хорошо видно спускаемся и сразу не видно и далеко зашли какой-то музей арт-галереи но говорят что он уже закрывается и мы не успели хотя суббота сегодня ну вот посмотреть музей к сожалению нам не удастся слишком мало времени да и вообще мы конечно не очень в курсе что здесь такое вообще есть в этом музее ну вот просто показала вам такое главный холл вот такой вход в этот музей музей beaux arts только гуглить кушку в эту посмотрим если там интересное внутри внутри этой церкви опять какой-то музей она не действующая это вот макет всей территории по которой мы гуляем сейчас вот это вот та церковь в которой мы находимся очень старые фигуры узнать ничего мы не смогли здесь отбита голова у фигурах этих опять они все плохом состоянии вот о них тут конечно написано но все по-французски такой общий вид на эту церковь она маленькая какая-то опять здесь информация очень красивые на окнах витражи это вот какая-то закрытая территория но здесь уже окна без витражей сказали церковь оригинально одиннадцатый век но она уже давно не действующая просто под музей иногда под арт-галерею иногда под какой-то музей информация здесь на стендах написано музей де норманди нормандия здесь похоже какие-то предметы раскопки из кусочков то что смогли найти с 11 века все после разрушения проводились археологические раскопки вот то что смогли найти здесь на месте этой церкви и на месте всего этого огромного замка или как крепости этой огромная территория крепости вот мы ходим внутри и в основном все здесь во всех этих старинных каких-то зданиях находятся памятник при входе отовсюду виден этот шпиль высоченный того костела который мы с вами первые увидели и там вот сейчас звонят колокола вряд ли слышно далеко но я даже вижу как они там колеблятся вдалеке еще виднеется шпиль очередной церкви вот очень красивый и такой знаете именно характеризует французский город вот эти флажки наверху украшают велосипеды стоят на парковке это немножко отличается от англии все таки вот видите такой красивый здесь прогулочный этот самый не сквер а просто как у нас в москве арбат с этой стороны магазинчики вот такие малюсенькие булочные и вот такие вот багеты свежие евро 25 евро 60 и очень много французской выпечки которая тоже у них ценится вот пирожные французские на любителя смотрятся аппетитно я помню когда я впервые приехала во францию меня всегда очень удивляли и как-то знаете восхищали вот эти вот их кафе на улице и посмотрите сколько здесь людей это конечно не наш остров айловой здесь очень-очень много гуляющих сидящих кафе за чашечкой кофе и вот в разные стороны тоже вот такие вот узкие улочки но это мы идем по центральной улице как вы понимаете потому что здесь в основном вот этот променад называется променад у них прогулочная такая большая улица вот эти домики по-моему такие типичные французские архитектуры а мы подошли вот это еще одна церковь огромная их можно только по шпилю определить где они вот начался дождь к сожалению опять какая жалость вот такое средство передвижения одно колесо я не знаю как она называется забыла вот здесь вот площадь интересно а это вот детская французская карусель тоже очень популярна очень знаменита и в любом французском городе можно встретить вот я вошла внутрь этого огромного костела немножко по-другому все таки хоть и европа но немножко по-другому все смотрится по моему это все таки католическая церковь я не знаю мы попали на службу видите здесь еще и много людей прихожан у нас в англии нет такого вот а в европе больше верующих я говорю очень тихо потому что мне сделали замечание громко нельзя говорить ведет служба еще все встали на колени посмотрите ничего себе вообще церковь такая старая тоже очень все молятся став на колени друзья каких-то три старинных колокола вот у них крестильная купель стоит за загородкой и по-другому выглядит огромный потолок служба продолжается одно удовольствие здесь гулять сказать по правде вот вы знаете все равно французы выглядят по-другому не знаю как для вас а для меня сразу это заметно и потом они как-то даже одеты более стильно за меня такое впечатление что конечно это европа совсем другая согласитесь ну вот по крайней мере такого огромного проспекта такого длинного вот мы уже по ним идем наверное минут 15 здесь прям гамак на улице висит что он символизирует я не знаю я зашла в один из магазинов меня привлекло вот это кресло но вообще так покажу вам просто панорамку так скажем ничего я здесь не буду вам показывать особо здесь огромный выбор телескопов вот такой магазин обуви классно классно кто разбирается а я обожаю вот такие вот шлепки идем дальше несмотря на дождик моросящий людей не стало меньше а сейчас там пока мы гуляли уже я смотрю на площади музыканты уличные открывают свои музыкальные инструменты и будут здесь играть людей все больше наверное вечером здесь вообще огромное количество гуляющих вид потрясающий мне нравится вот еще очередной перекресток расходятся улице правое влево вот эти опять у них пирожные и хлеб французский круассаны очень популярно начался дождь поднялся ветер мы забежали первую попавшуюся кафешку посмотрите какой торт из клубники великолепный ой вы представляете пошел такой дождь ветер поднялся всех разогнал и распугал какая жалость а нам еще гулять и гулять я продолжаю восхищаться этой улице хотя погода не прогулочная у нас но другого уже мы ничего не придумать здесь не можем и вообще вот сколько ходим смотрим как стильно одеты люди все-таки эти француженки насколько они стильны и никакого нет сравнения с англичанками ё-моё посудная лавка огромная тоже вам просто обзорчик обратите внимание какая здесь мощеная мостовая великолепная это тоже вот часто можно встретить во французских городах именно вот такие булыжные мостовые асфальта практически нет они предпочитают булыжник вот я увидела сколько стоит у них жилье это все в евро можно сравнить решили купить магнитики память о городе здесь как я хочешь всякие разные ну вот цена у них конечно одна штука 4 евро мишки овечки сувенирные нормандии нормандии сувенирные открытки город каин вот такая машинка это по-моему английское такси или что это или это просто какая-то машина не пойму другие здесь машины вот такая цветочная лавка запахи бесподобные композиции букетов отдельно розы запах невообразимый этих роз то ли они их чем-то вспрыскивают то ли они на самом деле так пахнут но запах сногсшибательный вот такие букеты 1750 евро очень дорого вот такие композиции вообще 1820 это 1800 натуральные конечно цветы но дорого и и маленькие цветочки на улице комнатные 5 евро 1250 ну и куда нам деться без платья невесты посмотрите 890 евро вот такая красота одна невеста и вторая невеста 1190 евро ну и конечно же жених но жених сразу в два раза дешевле 559 евро костюмчик ну вот и нагулялись мы по городу и последняя панорама вид на какой-то канал на реку сейчас поедем обратно на фэри уже восемь часов вечера уже мы без ног мы с утра с 6 часов утра на ногах и в общем конечно устали так что наш обзор заканчивается на этом города канэ или канэ или как-то так он называется внизу напишу вам название по-французски очень понравился нам город прекрасно жалко что у нас мало времени всего один день но ничего зато мы насладились замечательным красивым французским маленьким городом и его жителями